Вы знаете о том, что я с детства являюсь гражданином двух стран, и гражданином России, и гражданином Молдовы. Гражданство России я приобрел после распада Советского Союза, и будучи несовершеннолетним, находясь там, то есть я попал под законодательство, что как бы смог получить российский паспорт. У меня в Москве живут друзья, приятели, знакомые, я там работал, это город, в котором я реализовал себя. Город, который мне помог, город и страна, которые не только помогли мне укрепиться, встать на ноги, создать бизнес, но это город и страна, благодаря которым я всегда в Молдавии мог помогать людям. И когда я жил в Москве после своего возвращения в Молдову. Когда сегодня из-за Додона и трех алкоголиков из ФСБ, имена и фамилии, которые я направлю в управление собственной безопасности, отправлю руководству Российской Федерации, потому что, чтобы с ними приняли какие-то меры, во-первых, их нужно проверить на шизофрении, из этих троих как минимум двух. И поверьте, я знаю, о чем говорю, потому что этих людей я, к своему большому сожалению, знаю очень много лет. Это те же самые люди, которые пытались после обыска в 2018 году у меня дома рассказать мне о том, что я должен подписать расписку, что я не буду критиковать Додона, что я буду поддерживать социалистов, что я отдам партию. Еще раз повторюсь, у меня на сегодняшний день нет претензий к стране, но у меня есть претензии к конкретным силовикам, которые негодяи просто сделали из меня витрину на всю Россию, на весь земной шар. Да, в Молдавии даже дети смеются над 16 миллиардами долларами и над всем другим, в чем меня обвиняют. Но в России они сегодня, людей, которые со мной не знакомы, неважно, это жители Москвы, Подмосковья, Тверской области или Хабаровска, они должны смотреть на российских телеканалах весь этот бред, написанный под диктовку этими идиотами. Этот молодой паренек, капитан, который за руку привел к этому следователю Абраменкову, начиная кармалаком, заканчивая остальными, и этот же паренек, который продолжает работать по тюрьмам, вымогая, выбивая какие-то доказательства против меня, точно ответит за это по закону, вместе с еще двумя своими прямыми руководителями. И поверьте, я знаю, о чем говорит.